Друзья, Прибалтийская дача с вами. Этот, можно сказать, репортаж для тех, кто хочет выписать саженцы с садов Урала. Сейчас я вам покажу, что я в прошлом году пришли мне поздней осенью. Значит, это смородина была, вишня и гортензия метельчатая ваниль фрайс. Я ее выписала для того, она такая шикарная. И чтобы не мучиться, потому что она морозостойкая, и вот что получилось. Это я сажала ее в начале октября. Думала, кстати, потому что там открытая корневая система, корешочки-то небольшие. Думаю, приживется, не приживется. Даже гортензию не укрывала. Сейчас мы посмотрим, и вы сами сделайте выводы. Мне, кстати, очень нравится. Значит, это было октябрь месяц. Значит, вот подходим. Вот смородина. Это смородина черная, краса львова. Но все они крупные, ягода не растрескивается. Значит, сейчас пойдем ко второй смородине. Тут у нас еще чесночок посажен. Вот это чуть-чуть побольше кустик. Это смородина черная суйга. Вот сорта, конечно, тоже мне неизвестны. Но уже пора сажать новые, а то мы все цепляемся за какие-то мамины наши сорта. Не знаю. А сейчас эти сорта уже... И ягода не трескается, и крупная. Значит, это вот то, что было куплено в октябре месяце. Значит, сейчас пойдем к деревьям, к вишне. Так, друзья, вот вишня. Кстати, они очень хорошо все перезимовали. Видите, какая поросль. Да, они еще небольшие. Но, кстати, эти деревья, вишня, два с половиной метра. Значит, это вишня флора. Вот чудесная. Так, и... А, кстати, вот у нас был репортаж. Муж привозил из Польши смородину Тибен. И хочу вам сказать... Ну, там была, конечно, закрытая корневая система. Это вот посажено буквально весной. Вот. И она была обрезанная, но очень хорошо прижилась. Хотя были морозы. И вот там кое-где даже свет дало. Так что и подходим еще к одной вишне. Вишня. Да, они небольшие. Может, сантиметров 30. Но, извините меня, перезимовали. Значит, а это вишня молодежная деревом. Она тоже будет до 3 метров. Не больше 2,5-3 метра. Ягоды у всех крупные. Видите, как. Перезимовала, кстати, идеально. Вот еще сколько раз повторяюсь. Так что смотрите. Все-таки саженцы садов Урала. Это отлично. И сейчас я покажу вам гортензию, которая была не укрыта. С открытой корневой системой. Посажена в октябре. Идем к ней. Вот, друзья, гортензия. Такой был тоненький. Два прутика. Называется метильчатая. Ваниль фрайс. Она, конечно, большая, крупная, красивая. Вот. Была не укрыта. И видите, как шикарно перезимовала. А в прошлом году, вот год ровно, я покупала, значит, в садах Урала смородину черная добрый джинн и смородина черная пигмей. Вот они. За год, посмотрите, просто великолепные кусты, хочу вам сказать. Вот они разные. Это вот по всему добрый джинн. Добрый джинн. Вот. А это... Видите, они совсем разные. Тут прямо стойка, а этот прямо раскидистый куст. Но все цветут. Видите, у всех набран цвет такой. Вон они все. Чтобы я буду посмотреть. Вся в цвету. Вот. Это у нас пигмей. Поэтому и рядышком, кстати, я покупала у них еще крыжу. Ой, не крыжу. Да, крыжу. Сейчас мы к крыжовнику подойдем. А вот здесь под баночкой, под баночкой у меня, я у них покупала виноград августин. Ну, хочу вам сказать, что сама наваляла, посадила его куда попало. Он у меня там прижился хорошо. Но там было темно. Потом поздней осенью я его пересадила. Но он перезамывал у меня. Там две почки. Я уже не буду открывать. Так что пойдемте крыжовник посмотрим. Вот, друзья, крыжовник. На нем тоже ягоды. Это у нас крыжовник. Сеянец смены. Видите, название, конечно, мне ни о чем не говорят. Сеянец смены. Но, тем не менее, описание очень шикарное. Вот. Так что очень. Это вот те кусты, которые были куплены ровно год назад. И сейчас покажу еще раз жимолость съедобная. Как она за год. Ну, вот подошли мы к жимолости. Это гордость бакчара. Вот. Я тоже считаю, что за год, по большому счету, очень хорошо. И вот здесь, правда, поменьше. Сейчас немножко. Вот здесь вот. Вот видите, она поменьше. Но уже за весну, начало мая, можно сказать, прирост дала на одном, наверное, сантиметров 20. Но здесь, наверное, сантиметров 10. Так что я вам хочу сказать, друзья. Все-таки, вот недаром я специально обзор сделала. Чтобы вы не боялись, покупали в садах Урала. И вот они присылают эти саженцы в очень хорошем состоянии. Так что делайте выводы. Смотрите мое видео. До новых встреч. Всего хорошего вам. Хороших нам еще покупок. Удачных. Так что до свидания.